История такая, отец был на войне, и мать просила, устала, через сколько лет с войны вернется, не стучит, через сколько месяцев тоже не стучит, через сколько дней, день ей стукнул, на девятый день, в два часа ночи отец вернулся. С тех пор он отвечает на вопросы. Так руки погрели на начало, чтоб руки горячие были. И вот так положили. Руки не отрывайте, так вы не играйте, просто поплотнее. Чем руки поплотнее, тем секрет в том, что у вас в кабинете в голове все заложено, через руки передается стулу, и стул отвечает на ваши вопросы. Все понятно? Да. Вот так. Я вначале расскажу, что можно спрашивать, что нельзя, а потом вопросы потом, ладно? Стул отвечает потом вопрос, да или нет. Если да, так стукнет, если нет, значит не стукнет. Желательно так спрашивать. Если да, так, а не раз стукнет, так два раза. Чтобы увереннее уже. Потом он отвечает на вопрос, сколько. Первый раз спрашивает, сколько лет. Если один год стукнул, может, через сколько месяцев. Можно спрашивать, допустим, сколько детей у меня будет. Стукнуть, допустим, четыре. Сразу можно спросить, сколько мальчиков из них. Два раза стукнуть, значит два мальчика, остальные девочки. Так, слушай меня внимательно. Сегодня к тебе в гости приехали издалека. У всех руки горячие, силы есть, не капризничай. Ну-ка, для начала поднимись. Поднимись, держи. Ну теперь проси там, через сколько лет? Через сколько лет дочь Маша выйдет замуж. Столько раз стукнет? Столько раз и стукнет. Поднимись. Скоро. На Олимпиаде сейчас сборная России. По хоккею российская команда. Какое место займешь? Только раз стукнет. Не знаю. Да, уже чемпионов. Можно не болеть. Чего ж там.